Самая распространенная в мире классификация офисных помещений делит их на три класса А, Б и С. Чтобы попасть в первую категорию, офису нужно соответствовать ряду требований. Единый архитектурный ансамбль и дизайнерские решения внутри офисных помещений, престижное месторасположение, а также охраняемый паркинг. Все это позволяет отнести наши бизнес-центры к категории А. Это самая высокая категория по мировым стандартам оценки бизнес-центров. Не менее требовательны специалисты и к самому офису. Если элитные квадратные метры будут сдаваться в аренду, их оформляют в выдержанных светлых тонах. Тогда арендатору будет проще реализовать свои идеи – подобрать мебель, выделить цветовыми пятнами картин определенной зоны и разместить брендированный декор. Основным из критериев современного офиса является его автономность. Это автономная система кондиционирования, вентиляция, отопление, что позволяет арендатору быть абсолютно независимым в данном бизнес-центре. Ну и, конечно, комфорт сотрудников превыше всего. Поэтому в офисе класса А по умолчанию присутствуют современные санузлы и кухонные помещения. Если речь не идет об аренде и офис проектируется под нужды определенной компании, архитекторы и дизайнеры не сдерживают фантазию. Чтобы сэкономить время гостеприимных сотрудников Яндекс, но успеть увидеть все, нашего корреспондента Яну Алиматову приобщили к новому виду транспорта. Мы их очень любим. Экскурсия по офису в морском стиле начинается. Одесса. Море Одесси там очень близко. Штука очень для нас привычная. Поэтому вот вы можете увидеть даже вот этот металл. Это настоящий корабельный металл. И вот впереди нас зеркало, оно тоже в виде иллюминатора. На потолке паруса тоже. То есть все в стиле корабля. Для комфортного климата в помещении работают увлажнители воздуха. А в отделах, где сотрудники ведут телефонные переговоры, в потолок встроены звукопоглощающие элементы. А в некоторых зонах их нет. Просто не нужны. Ребята у нас здесь играют на гитарах, на барабанах. Например, после тяжелого рабочего дня можно побарабанить, постучать, выбросить всю свою лишнюю энергию, которая накопилась, возможно. Это наш кофе-поинт. Здесь мы обедаем, проводим различные вечера, вечеринки, играем игры настольные зимой, например. Ну и, конечно, авторские фишки. У нас есть вот такая интересная штука. Это светофор, который показывает пробки в Одессе. Если горит зеленый свет, значит пробки от 1 до 3 баллов, то есть дороги свободны. Если оранжевый, то от 4 до 6. И красный уже от 70 до 10. Архитектор Стефан Гуртовой складывает гармошкой одной из стен зоны для конференции в каворкинговом пространстве Хаб. Здесь главная эргономичность. Каворкинговое пространство Хаб в штатном режиме исполняет функцию, собственно, каворкинга. Здесь есть несколько переговорных, то есть вы можете со своими заказчиками, клиентами, ну и кем угодно, да, то есть, опять же, занимать эти переговорные пространства. Если у вас есть какие-то желания сделать мастер-классы или какие-то конференции, пространство тоже поддержит и выдержит, да, вот мероприятие подобного толка. Площадь этого помещения 400 квадратных метров. Системы освещения, вентиляции, кондиционирования, отопления разбиты по зонам. Если часть помещения не используется, ее можно отключить от коммуникаций. Но главное – это, безусловно, мобильность конструкций. То есть, все, что здесь оставляет впечатление таких функциональных зон и стен, на самом деле, можно или перенести, или легко демонтировать. Помещение от строителя – это чистый лист бумаги для дизайнера-художника. Сложнее переделывать уже освоенные помещения. А в Одессе можно столкнуться с еще более сложной задачей. Не просто разработать дизайн офисного помещения, если оно находится в здании постройки начала 20 века. Как-никак – памятник архитектуры. Несколько лет назад в этом здании стиля модерна начался ремонт. Оказалось, что элементы уникальной архитектуры и дизайна сохранились не только на фасаде здания, но и во внутренних помещениях. Одновременно нужно было создать комфортные условия для обучения и работы персонала. Писать в дизайн 1905 года системы освещения, вентиляции, кондиционирования, электронику, аудио и видеоаппаратуру было очень непросто. Вот там, видите, пазухи такие, получается, где со световодой. На самом деле там скрытая вентиляционная короба, где идет воздух, забор и подача воздуха. Вот эта торцевая стена на самом деле представляет собой экран. Экран для проектора. С противоположной стороны там техническое помещение, там находится проектор, который проецирует изображение, информацию во время лекции. И таких решений здесь много. Сотрудники признаются – в такой атмосфере работать приятно. Хотелось бы отметить замечательную работу дизайнера, которому удалось соединить функционал современного офиса, современных технологий с архитектурой прошлого века. Этажом выше уже нет мраморных лестниц, старинной лепнины и ковки. Здесь элементы старины не сохранились. Поэтому к дизайну подошли исключительно с точки зрения функциональности. Использование стекла в современных офисах, с одной стороны, помогает сохранить ощущение пространства, с другой стороны – отделить одну рабочую зону от другой. 850 квадратных метров этого офиса сегодня можно по праву называть памятником архитектуры. В реконструкцию и ремонт помещения вложили непривычные для Одессы время, усилия и деньги. Большинству старых зданий так не везет. Центр города иногда напоминает на незахороненные останки, потому что есть здания, которые вообще никто не реанимирует. Но есть достаточно много зданий, тех же двухэтажных, которые и морально, и физически они износились и имеют право уступить место. Время идет, и современная архитектура не повторяет образцы архитектуры прошлого века или позапрошлого даже. Это в основном каркасные сооружения, облицованные стеклом. Технологический прогресс дал возможность архитекторам и дизайнерам использовать современные материалы, изолирующие звук, сохраняющие температуру внутри помещения и, что немаловажно, позволяющие экономить. Сейчас, уже в современном видении, торговые центры немножко видоизменяются и становятся полностью прозрачными. Если раньше это был бункер, в который ты заходишь и попадаешь, как в другой мир, где максимум один-два атриума с освещением с потолка, то на сегодняшний день все торговые центры разрабатываются таким образом, чтобы освещение естественное полностью освещало их. Одесса всегда был город, где процветал бизнес, торговля, поэтому здесь бизнес-центры, в общем-то, и развивают этот город. Дизайнеры-архитекторы уверены, сохранить памятники культуры Одессы, но не дать городу превратиться в руины, можно. Стоит обратить внимание на опыт европейских стран, где в любой части города благополучно соседствует старина и современность. Если посмотреть на мировой опыт, то, в принципе, и в том же Марселе, и в той же Флоренции есть такие вставки, но они очень гармонично вписаны и продуманы. Абсолютно реально в Одессе. Просто нужно немножко забыть старых динозавров, которые мешают это делать, и помочь современным людям, современным, скажем так, даже не архитекторам, а скорее тем, кто заинтересован в каком-то общественном движении, тот, кто заинтересован в том, чтобы Одесса развивалась. Наталья Костенко, Яна Алиматова, Алексей Сорокин, Дмитрий Бондаренко, 7 канал.